Домашний матч против автомобилиста болельщики Юлайпцев ожидали с особым нетерпением. Этому способствовали два фактора. Первый – это победная семиматчевая серия екатеринбуржцев в противостоянии с Салаватом. Второе – наличие в составе уральского коллектива сразу троих воспитанников уфимского хоккея. Если Алексей Василевский матч пропускал из-за травмы, то Владимир Сахацкий и Артем Гореев явились в башкирской публике. Никому из них проявить себя в стартовом периоде не удалось. Зато во всей красе перед своими зрителями предстал Кирилл Капризов, оформивший дубль уже к экватору 20-ти минутки. Первый его гол состоялся благодаря классной передаче Михаила Воробьева, а вторая шайба стала плодом его собственных усилий. Первый гол очень пустые отдали, осталось только по шайбе попасть, можно сказать. Второй где-то маленько бросил, получилось так, попал. На этом перипетии первого игрового отрезка не закончились. Уфимцы не сбавляли оборотов и вполне заслуженно забили еще. Свою мощную пушку в четвертый раз в сезоне расчехлил Денис Куляш 3-0. Во втором периоде рисунок игры заметно поменялся. Преимущество хозяев стало не таким явным. И в этом была не столько заслуга игроков автомобилиста, сколько действия уфимцев, которые не особенно усердствовали в атаке, но при этом имели несколько хороших возможностей и одну из них реализовали. Незадолго до перерыва кистевым броском сразу после вбрасывания отметился Инвер Лисин. Казалось, что уральцы уже сдались, но не тут-то было. Анатолий Голошев вернул интригу, пробив вернувшегося в рамку ворот Салавата Николаса Светберга. Выйдя в фойе уже в перерыве, многие болельщики стремительно направились в зону, где охотно раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими Максим Гончаров и Андреас Энквист. Швед, как известно, пока не играет из-за травмы, а 57-й номер Юлаевцев получил от лиги дисквалификацию. Но я не понимаю, за что меня зафилистировали до сих пор. Разбирали момент, смотрели, меня пока остается секретом до сих пор. Заключительный период уфимские хоккеисты провели образцово-показательно. Хозяева играли уверенно и планомерно вели дело к победе, а для пущей убедительности забили пятую шайбу, оформив свою самую крупную победу в текущем сезоне. Самое главное, что мне понравилось больше всего, это то, что в третьем периоде, когда нужно было сыграть строго и четко по результату, команда справилась с заданием, и это говорит о том, что мы немного взросли. На фоне такой уверенной победы, думается, настроение у юлаевцев прибавилось. Но расслабляться рано. Теперь на очереди астанинский барыз. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев».